В Ужгоре проходили вещи, где даже коммерческие структуры кинотеатров согласились с тем, что давать знышки. То есть, например, если приходит группа, она получает билет по 15 и по 10 гривен. То есть кинотеатры, сеть кино, Cinema City отказалась от коммерции, чтобы только люди посмотрели. Это тенденция для того, чтобы привлечь зрителя, приучить к тому, потому что любому миру сейчас будет проще идти за мной с тенями. Потому что мы, ну я серьезно, мы чуть-чуть, ну как бы зрителя успокоили, что есть хорошие фильмы, хорошего качества, технического качества. Имеется звук, что говорил Владимир Владеря, Дмитрию Колесникову, и цвет, и цветокор, и все, то есть картинка хорошая. Это тоже залог успеха, потому что половина фильма как на коленке сделана, и вы же тоже не забываете. Как смотришь, аж вот такое чувство, глаза болят, как через какую-то марлечку все это. Потому что никто не задумывается, что зритель после категории А американского фильма, первое, что ты делаешь, ты должен сначала знать, как говорил Спилберт, дайте 10 минут ему заинтересуйте, а потом рассказывайте историю. А заинтересовать чем? Это и картинка, и звук, и ситуация. Ты заинтересовал, а дальше уже можешь с ним работать. Если человек видит, его раздражает звук, его раздражает картинка, он уже отторгает. Вот это мы сейчас, и благодаря Параджанову, опять же говорю, благодаря, даже как бы не ругали ломбарду, благодаря ломбарду потихонечку, потихонечку. То есть это все, знаете, маленькие шажки, по которым мы чуть-чуть привлекаем зрителей, как крошками просим, заходи, заходи, пойдите сюда, зайдите в кинотеатр. Покажите мне на диске. Да не надо смотреть в интернете, получите удовольствие. Это театр должен быть. Вы приходите в театр. Люди говорят, пусть мне артисты приедут домой, я хочу, чтобы они поднимались по природу передо мной. Никто же не задает такие глупые вопросы. Вот, ну, как бы, ответ. После того, как вспомнили, что будет хорошая история, обоисковое национальное финансирование, Олег Гущенко так стряпнулся, а у него, как раз, нет финансирования, он хотел что сказать, я понимаю. Я вам скажу, я зараз прохожу таки дуже кайфорие кола пекла. Это, власне, как раз, что касается пошуку финансирования. Ну, на первое, зараз я працюю параливно, как с российскими компаниями, так и с польскими. Это больше надеянно, что какая-то копейка может появиться, потому что это великая сложность. Что случилось в нас, что мне рассказывают поляки, десь на начале 90-х лет, ближе до середины, Польща так же пробовала поддерживать свое кино в шляхом кинансирования певных проектов. И сдинялася страшная пуча, потому что было створено таке, ну, простыми словами, алимяко каучи, товариство, которое мало доступ к этих грошей, все другие были бездарные, неталановые, кто они такие, и тому подобное. Но в Польщике очень сильное громадянское общество. И там не было никаких их сварок, и тому подобное. Там было несколько общественных услуг, где просто попросили, ну, вот мы сделали таки-то, робота-ки-то. Вот расскажите нам, на что пошли эти гроши. Это был первый вариант, из чего началось такое, один крок перед поиском кино. Что касается, на сегодняшний день, у нас это хорошо, что сейчас идет поддержка государства. Она нужна. Но это не означает, что нужно просто давать гроши. Вот эта технология, просто давать гроши под конкретные проекты, она сегодня существует в кольких странах в мире, и одна из них – это Франция. Ну, Франция финансово стоит значительно выше, чем у меня. Это означает, что у нас было бы хорошо, если бы давали не просто от грошей, а, скажем, под кино давали бы безпроцентные кредиты, хотя бы на 3-5 лет, понимаете? И тогда бы была фантастичная ответственность. То есть эти условия, они бы сразу сбросили этих, кто бьет себя в груди, и подтверждают, что они таки талановитые, а вот люди вокруг все дубные, и они не ходят на их фильмы. Это неправда, понимаете? Наши люди голодные на фильмы, например, что касается того, что прошел в огонь и воду, то как только он появился, я, наверное, передал в Штаты, и даже в Певденном... О, да, поэтому даже в Мозамбеке, я говорю, это один индивидуальный. Так что даже хотел этого, но... В общем, все, 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 все чекали чого-то такого, ну, как бы сказать, комерсийного, цікавого. Все-таки история має бути свежою. И есть, есть время, понимаете? Скажем, если взять в кулейнар, а я собираю рецепты, у меня их около 3 гигабайт, то можно сказать, что так же, как в сюжетах, так же в рецептах, есть немного больше 20 штук, все иначе это интерпретация. И на самом деле каждая интерпретация, понимаете, должна быть под наш час. Мои племеники, которым сейчас по 10 лет, они уже надевали, все равно просто тревают, им не интересно, им мало информации, понимаете? И если мы через это не пройдем, да, сегодня Мясорубка, сейчас мне легче, потому что я уже могу зайти до какого-то президента банка или инвестиционной компании, а на начале года я приходил, на меня смотрелось как на Божевильного, понимаете, типа, а что он Петрович, что это за дурак, вы берете на свое время? Он приходит и говорит, вот у меня кинокомилля, у меня тоже кинокомилля, банк называется. Я думаю, что сейчас все идет до позитива, потому что происходит такая хорошая, не только мне, я думаю, что есть еще проекты, которые хорошие. Что для начала нужно? Нам будет уже легче, когда появятся проекты, которые не будут давать прибутку, а хотя бы возвращать в вашу, понимаете? Это все будет очень великое. Что касается прибутка, то тут мы еще можем работать с постпродакшнами, мы еще можем работать полностью, учиться и раскручивать свои проекты. Как бы мы, вот вы там на початку и рассказали там американцам, ну за что вот на них не ездят? Так люди просто до филігранности взвели метод реализации своих проектов, то треба навпаки вчитися тому. Чему можно вчитися? Вы знаете... Так, сколько вчити? Нет, рассказываю. Чему можно вчитися? Вибачайте, я просто говорю. Я вам скажу простую вещь. Скажите, пожалуйста, на каких сеансах иду украинское кино? В каком смысле? Ну, один сеанс. Сколько это и американских? Ну, сколько они хватают ваших? Нет, стоп, стоп, стоп. Сколько пишутся сценарии? Сколько пишутся сценарии? Да, подожди. Ну, что вы там рассказываете? Я вам скажу, вот, украинское... Вибачайте, державное кино. Вот, державное кино. Вибачайте, это державное то и то же самое стало. Вибачайте, тот, кто проходит через свободу, нема жодного, только один бейкборд для кинопалацу. И все, и все, больше ничего. И все. И мы вышли разом с тем кирпичом этого комедий-клаба. Это самое. Однако, хотя там было забитость. Справа нынче. Еще скажу. Украинское кино даётся. Вибачайте, у меня дитящее кино. А можно сказать, какого хрена моё кино ставить на 22.40? Ну, что, дорослый кино? Я ж он такой. Я тоже высяд. Так вот я скажу вам. Справа в том, что кинотеатры не дают нам сеанси. Ну, не дают. Я вам позвольствовал информационные доцены. Почему они не дают? Это просто коммерция. Потому что у нас есть факты такие, которые вы даже не слышали. Потому что, вы знаете, режиссеры, они, в принципе, немножко эмоционально подходят к своему продукту. Это нормально. Мне были под ними режиссёрами. В принципе, я занимаюсь дистрибуцией. Я занимаюсь дистрибуцией давно. Еще с 1989 года. Я имею в виду 1989 года. Когда я начинал заниматься дистрибуцией, в Украине было порядка 50 тысяч экранов. И это было, в общем-то, реальное поле коммерческого восприятия. Ну, понятное дело, что не было интернета, не было телевидения, на что было обращать внимание. Не будем о прошлом. Что сейчас в Украине? В Украине сейчас 400 экранов. 400 экранов, которыми мы пытаемся апеллировать и говорить об окупаемости украинского фильма. 50 тысяч. Часть из этих экранов – это маленькие залы DVD. Маленькие залы. Сколько там? 400 экранов для 45-миллионной страны – это, в принципе, отсутствие национального проката. Отсутствие. То есть его, в принципе, нет. Простите, пожалуйста, 400 экранов – это только для украинского? Вы представляете? 400 экранов вообще в Украине, где можно показывать фильм на большом экране. Их 400 залов. 400. Больше залов – экранов. Кинотеатров. Экранов. Кинотеатров – 132. 132 кинотеатра, но в мультиплексии там побольше экранов. Экранов 400, кинотеатров – 132 на всю страну. О чем мы вообще говорим? О какой окупаемости украинского фильма можно вообще говорить? При условии, что на зарубежном рынке он вообще нахрен никому не нужен, простите за точность выражения. Подождите секундочку. Я все равно не понял, почему… Микрофон. Как здесь, пожалуйста. Извините. Микрофон. Меня зовут Виктор Сакевич, режиссер. Я все равно не могу понять… Почему у нас нет ни радиатора? Нет, почему вы не отвечаете на вопрос, почему украинским фильмам не дают проката? Хотите, я отвечу вам? Да давайте я отвечу вам. Еще раз, если вы не поняли. В стране 400 экранов. В дне 24 часа. Многие не работают по 24 часа, многие работают по 12 часов. Экраны занимают время, средняя продолжительность фильма – 90 минут. Ну, средняя. Сколько фильмов выходит на один экран в день? Ну, сколько? Пять. Я вам отвечу. Пять. По санитарным нормам они еще должны зал убрать перед другим сеансом. Пять. Сколько премьер в неделю? Я вам отвечу. Порядка десяти премьер в неделю. Сколько среди них украинских фильмов? Ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть… Нет, шесть за этот год пока состоялось. За этот год шесть. А пять в неделю. Пять в неделю. Среди них такие, в общем-то, небезызвестные проекты, как «Сталинград» или там… Господи… Это российский фильм. Какая разница? Эти экраны заняты другим продуктом. Почему? Потому что мы сдали свои позиции в девяносто первом году и забыли вообще, что у нас есть своя кинематография. Потому что нам бы наплевали на свою кинематографию такими жирными большими плевками. Но если бы наши фильмы были такие же конкурентоспособные, как американцы, их бы прокатывали несколько. А с какого они пирога будут такими конкурентоспособными? Вот в этом главный вопрос. Сколько стоит… Сколько у нас экранов? Не потому что, а потому что у нас нет такого кино. В каком смысле бы нет такого кино? Ну, у нас нет такого кино. Можно скажи вам, пожалуйста. Вот уже у Банера есть такие кино. Вот у Банера тридцать. Один, а в Голливуде их сотни. Ну, я просто сказал. Сразу вопрос. Стоимость этого фильма в Голливуде? Нет. Ну, различные. Ну, там много десятков миллионов. Ой! Двойной сотни! Вот Виктор правильно сказал в тот момент. Понимаете? Они рассыпают такие крошечки. Идите к нам. Что такое бюджетная реклама? У какого украинского фильма был бюджетная реклама? У нас больше всех. Я вам скажу, у нас не больше всех. Просто мы этим занимаемся два года. Мы эти тоже крошки рассыпаем два года. У нас нет таких денег, как в Голливудских. Да, сейчас узнаваемость фильма очень большая. Но только благодаря тому, что мы это делали два года. Я так говорю. Вы спросите... Почему? Почему про залы? Почему про залы? Залы, ребята, вы зайдите сейчас в кинотеатр на Сталинград, на любой... Пол зала сидит. Треть зала. 20% зала. А можно я тебе ответить? Сейчас еще дай мне. Хорошо. Дело в том, что культура зрителя сейчас такая, что ему легче посмотреть. Брон в интернете, как Витя сказал, принесите мне домой. Нам нужно воспитать этого зрителя, который придет и заполнит зал. Даже 400 залов полностью заполненных, они дадут кассу. Дадут. Да, это не будет там 20-30 миллионов долларов, не будет. Абатам 8 миллионов. Абатам не путился гордо. И это исключение, скорее всего, из права. Это исключение из правил. Давайте мы берем вот средний продукт. Сейчас Сталинград. Очень серьезно кино. Я пошел на вечерный сеанс, там сидело 15 коллег. Вместе со мной. Культура. При этом он собрал полтора миллиона. При этом он собрал полтора миллиона, при этом у прокатчика, у Биндейча, договор с кинотеатрами, что не меньше 6 сеансов в день, и хоть 15 коллег, но они крутят 6 сеансов в день. При этом в Донецке кинотеатр Шевченко нам говорит, ребята, я не могу поставить Иван Силу ни на один сеанс у себя. У меня контракт с дистрибьютором, я не могу его нарушить. Это все потому, что они дают деньги на промо. Вы поймите, что кино это не только красивая картинка, это коммерция. Ни один прокатчик не вложит в рекламу 20-30 миллионов гривен. Понимаете, если он не будет уверен, что он нам был. Украинское кино, хорошо. Вот мы пришли к прокатчику, сейчас в прокатчик там вложат вот такую мизерную сумму, и то только для того, чтобы почувствовать ответственность в рекламу. Все остальное делаем мы. А в голливудские фильмы, они дают по 5-6 миллионов просто это на наружную рекламу. Не говоря о бюджетах там. Потому что для них это небольшие деньги. У нас просто нет, у нас нет вот этой культуры рекламирования фильма, и культуры посещения кинотеатров именно зрителя воспитания. А можно задать еще один вопрос? Есть еще одну вещь, которую ты не знаешь. Вот я тебе просто скажу. Приходят люди посмотреть Ивана Силу. Ему говорят, зал прода. И они не могут купить билеты. Можно я закончу? Можно я закончу? Можно я закончу? Но я не закончу. Если бы кинотеатры были уверены, что этот фильм, этот зал... Простите, у вас зрители... Можно? Я хочу задать тебе вопрос. Люди приходят в кинотеатр. Это факт. Я много таких фактов знаю. Просят... Вам сейчас придется это пережить. Это самое... Просят фильм. Говорят, зал прода. Они пытаются, в общем, как-то покупают билеты. Не знаю, как им удалось. Их вдвое. Зал пустой. Им выгодно сказать, что нету на фильм никого, чтобы выбить Ивана или там украинское кино из этого самого сказать. У нас люди не ходят. Пустой зал. Дайте нам американское кино. Это... 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 Витя, если бы вы вложили... Если бы у вас была возможность денег в рекламу, если бы... Ты не ваневая. И пришел в кинотеатр... Да. Да. Например, я согласен. Я тебе могу... Ты сам сказал... Виктор, я так напомню. Ты сам сказал... Вы пришли на Первый Национальный. Что нам сказали? Дайте денег за рекламу. Это вообще... Ну это... Я считаю, что национальное кино... Это...